Добрый вечер в Украине 20.00 в эфире подробности о главных новостях расскажут наши корреспонденты в студии Наталья Белышева. Не имей 100 друзей, а имей 100 миллионов. Наскрепет ли главный фискал на залог и как он разместился в Лукьяновском СИЗО? Залечь на дно в Молдове. Сработает ли запрос на экстрадицию скандального судьи Чауса? Гагский трибунал тебе, товарищ. В Нидерландах продолжаются слушания по иску Украина против России. Остановка по требованию. Соломинский райсуд столицы все же вынес меру пресечения Роману Насирову. Еще вчера, почти без сознания, сегодня Насиров энергичен и открыт к общению. Он гордо демонстрирует катетер, но и от клетчатого одеяла далеко не отходит. На каком залоге сошлись судьи для чиновника, подозреваемого в злоупотреблениях на сумму 2 миллиарда гривен? И где сейчас главный фискал страны? Все подробности узнаем от Анны Каменевой. Феофания, Институт кардиологии, суд СИЗО. Где только не побывал за последние 5 дней Роман Насиров, уже отстраненный глава фискальной службы. Судебная эпопея затянулась на 3 дня. Накануне в Соломинском суде целых 17 часов пытались избрать ему меру пресечения. Все это время в зале заседания дежурили врачи. Стояла каталка и лежало оно. Знаменитое клетчатое одеяло, которое уже стало атрибутом дела Насирова. За 17 часов успели и видеозадержание посмотреть, и свидетеля врача допросить, и обсудить двойное гражданство подозреваемого. Когда наконец вышли на финишную прямую, адвокаты заявили, устали. Суд в итоге решил работать до победного конца. Выслушав все стороны, удалился в совещательную комнату принимать решение. А пока ждали, Насиров решил пообщаться с журналистами. Даже показал катетер и заявил, в предыдущие дни был не без сознания, а под действием снотворного. Внимание, как вы симуляции. Было прединфарктное состояние. Когда меня забирали из лекаря, то я был подготовлен к МРТ сердца. Мы были в ведущей снотворной, с которой я спал. А вот внести требуемую прокуратурой сумму залогов 2 миллиарда гривен, Насиров уверяет, не сможет. У меня 2 миллиарда нет. А друзья, ты поможешь? Нет, я точно не хотел бы, если даже у кого-то из моих друзей там были деньги, а бы они могли бы забрать, чтобы кому-то было забирать 2 миллиарда гривен на мою заставу. На что? Мы будем защищаться. Вы морально готовы в следственном изоляторе быть? Нет. Ну, если равен. Скажем, я не очень хочу там быть. В половине четвертого утра судья, наконец-то, вынес свой вердикт. Застосовать до подозреванного Насирова Романа Михайловича за побежный заход в выгляде и тримание под вартою строком 60 дней. Размер заставы вызначить 100 миллионов гривен. Адвокаты заявили, таких денег у Насирова якобы нет, а один из них оговорился. Все свои деньги получены, он декларирует. И, насколько мне известно, эта сумма намного меньше на явных у него денег. То есть, эта сумма больше, чем та, которая у него не явная. В итоге Насирова сразу из зала суда отправили в Лукьяновское СИЗО. И адвокаты и прокуроры заявили, будут подавать апелляцию. Апелляцию сегодня подали, но рассмотрение будет не ранее, чем следующая неделя. В связи с тем, что он до сих пор числится там стационарным больным, то я не вижу никаких рисков, чтобы, условно говоря, избрать ему ночной домашний арест. Что касается вызначения альтернативного запобежного захода, а саме заставы в таком размере, как 100 миллионов, то мы будем оскарживать это решение. В антикоррупционной прокуратуре обещают вскоре и обвинительный акт подготовить. Детектив перед оголошением подозрек, когда была в Сталинграде, пообещали, что они вкладываются в двухмесячный строк расследования. Сейчас следствие нужно собирать те доказы, которые будут достатными для обвинительного акта, и направить справу к суду. 2 травня заказы должны завершить следствие. Вот и все. Напомню, Насирова подозревают в превышении служебных полномочий. Дескать, фискал содействовал газовым аферам Онищенко, что привело к двухмиллиардным убыткам. Анна Каменева, Полина Спасенко, Максим Чеплин, Владимир Дедов. Подробности телеканал Интер. И еще одна моя коллега, которая отслеживает тему Романа Насирова, сейчас с нами на связи, это Алла Матюшок. Алла, добрый вечер. Расскажи, где ты сейчас находишься, и что тебе известно об условиях содержания Насирова в СИЗО? Да, добрый вечер, Наталья. Мы действительно сейчас находимся у Лукьяновского СИЗО, куда сегодня рано утром привезли остраненного должности руководителя Государственной фискальной службы Украины Романа Насирова. По словам сотрудников Минюста, он находится в удовлетворительном состоянии, но вот общаться с журналистами отказывается. Он был оглянутый доктором нашим штатным Лукьянского СИЗО. Стан его был на час пребывания задовольный. Он в загальной камере. Четыремисный. От него никаких заявок относительно улучшения его поддержки не подходило. Напомню, Соломинский рассуд в столице принял решение оставить Насирова под арестом на два месяца до 30 апреля. С правом внесение залога 100 миллионов гривен. Если в течение пяти дней залог будет внесен, Насирова отпустят под домашний арест и оденут электронный браслет. Адвокаты Насирова сообщили, он находится в обычной камере, четырехместной, на общих условиях содержания. С ним в камере еще один подозреваемый. Он, естественно, содержится в камере. Не надо придумывать, что это какая-то там камера с особыми условиями. Это самая обычная, самая стандартная камера Лукьяновского следственного изолятора. И вот информация, которая поступила из наших источников. Это сотрудники СИЗО, которые не хотят разглашать свое имя. По их словам, Роман Насиров находится в корпусе для несовершеннолетних. Условия содержания там намного лучше. Кроме того, корпус после капитального ремонта. В камере есть уборная и даже горячий душ. Наталья. Спасибо, Алла Алла Матюшок рассказала о том, как Роман Насиров разместился в Лукьяновском СИЗО. США и ЕС одобряют решение суда по делу Насирова. Американское посольство и европейское представительство в Украине в связи с этим опубликовали даже совместное заявление. Они приветствуют арест отстраненного главы государственной фискальной службы и настаивают на необходимости создания в Украине специализированного антикоррупционного суда. В МВФ также отслеживают ситуацию вокруг дела Насирова, так утверждает министр финансов Украины, который сейчас находится в Вашингтоне, где он провел переговоры с МВФ и налоговой службой США. По словам Александра Данилюка, тема резонансной коррупционной истории звучала здесь постоянно. О том, что услышал глава Минфина относительно нового транша и какие условия выдвигает фонд, мы расскажем чуть позже. У нас будет прямое включение из Вашингтона. Это будет Дмитрий Анопченко, который следит за визитами сразу двух министров, главного финансиста и главного дипломата нашей страны. А пока еще несколько коррупционных историй сегодняшнего дня. У обладателя золотого унитаза Януковича появился конкурент, владелец золотого умывальника. Прокуратура провела обыск в доме директора одного из непропетровских госпредприятий, подозреваемого в хищении трех миллионов бюджетных гривен. Ни имя, ни название предприятия правоохранители пока не разглашают, но некоторые детали нам известны. Умывшись вот в этом золотом умывальнике, надев часы с дарственной надписью от российского президента, госслужащий шел управлять предприятием. А там любитель сантехники и драгметаллов, а также золотых слитков, рассказывал рабочим, что, мол, наступили тяжелые времена и зарплату платить нечем. Под этим соусом он задолжал коллективу более 6 миллионов гривен. По данным прокуратуры, в 2014 году директор заключил фиктивный договор о капитальном ремонте 12 электродвигателей с фирмой по производству бумаги. Деньги перечислил, ремонт, разумеется, никто не делал, грозит директору до 12 лет тюрьмы. Но вот сюрприз. Владелец золотого умывальника до сих пор на свободе и, по традиции, уже немного нездоров и на больничном. Он был выклакан сегодня на проведение следствия, а вы поведомы, что находится на лекарном. После одуживания будут проведены все необходимые следствия и вырешено питание про обороня за побежем захода в их ли Термане Педварту. И еще об одном любителе прятать деньги. Судья Чаус предпочитал стеклянные банки. И вот теперь детективы НАБУ спешат в Молдову, чтобы лично доставить документы о его экстрадиции. Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на источники в специализированной антикоррупционной прокуратуре. Напомню, судью Днепровского районного суда Киева Чауса в сентябре минувшего года поймали на взятке в 150 тысяч долларов. Деньги подозреваемый держал в стеклянной банке. Но задержать судью так и не смогли. Он воспользовался иммунитетом и сбежал, после чего его объявили в международный розыск. И вот 1 марта он лично пришел в полицию Кишинева и сдался, сообщив о том, что незаконно пересек границу Молдовы. В НАБУ не исключает, что Чаус будет просить политического убежища, но официального подтверждения, что он уже обратился с такой просьбой к властям Молдовы, пока нет. Кому-то золотые умывальники и доллары в банках, кому-то банально не хватает на жизнь. Марш против тарифов, олигархов и репрессий сегодня прошел в Ивано-Франковске. Несколько тысяч человек прошлись по центральным улицам этого города. Все подробности узнаем из материала. На площади перед областной госадминистрацией негде яблоко упасть. Несколько тысяч горожан с плакатами в руках скандировали один и тот же лозунг. Банду! 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 Тысячи гривен отдают за коммуналку. Женщина возмущается. Она не понимает, почему ее семья едва сводит концы с концами, в то время как чиновники и коррупционеры жируют. Вот такие люди все бедные платимы, все едем в кассу стоимы. А те, что имеют миллионы, миллиарды, вот такие, как Насиру на данный час. А он умирает в 38 лет, потому что он уже захворел. У него уже страшные болячки. Как крадут, не умирает. А как приходится до ответственности, начинает умирать. И все, поэтому меня такое привело. Вот такая уже, знаете, несправедливость. О беспрецедентном давлении говорят и предприниматели. Налоги выросли, а на предприятия едва ли не ежедневно приходят из разных инстанций с проверками, говорит владелец юридической компании Андрей Кусь. На рынке его фирма работает уже 6 лет, но такого прессинга не помнит. В последние 2-3 года очень часто стали происходить такие вещи, такие кроки от контролирующих органов, от проверяющих структур, которых даже в часы президентства Виктора Янковича не было насправдь. Собравшиеся построились в колонну и прошли маршем по улицам города. Возле управления по борьбе с экономической преступностью сделали остановку. Там поставили мусорный бак и бросили в него дымовую шашку. Протестующие считают, что полицейские не пытаются противодействовать преступникам и коррупционерам, а напротив их покрывают. Повышенные тарифы, как известно, это одно из условий МВФ для получения транша. Ключевые требования также пенсионная реформа и введение рынка земель. Об этом премьер-министр заявил во время своей рабочей поездки в Винницу. Гройсман напомнил, что Украина согласовала обновленный меморандум с фондом по программе сотрудничества, и норма о повышении пенсионного возраста в нем не относится к обсуждаемой. В то же время глава правительства подчеркнул, что оборот земель должен быть введен в интересах украинцев. А главная цель пенсионной реформы это построение справедливых условий соцзащиты для пенсионеров. Так когда же ждать очередной транш? На переговоры в США был делегирован глава Министерства финансов. Впрочем, в Вашингтоне в эти дни целый министерский десант из Украины. Около часа назад руководитель МИДа встретился с американским госсекретарем. Обо всех вашингтонских встречах узнаем у моего коллеги Дмитрия Анопченко. Он на прямой связи со студией Соединенных Штатов. Дима, добрый вечер. Начнем с МВФ. Что сказали министру финансов? Когда будет новый транш? Наташ, ну действительно, тут очень много месседжей сегодня из Вашингтона. Хотел, потому что два ньюсмейкера, два министра по порядку. И очень подробно все расскажу, потому что с обоими министрами говорил сам. Ну, во-первых, по поводу МВФ. Вышел господин Данилюк к прессе после переговоров. Встречался в МВФ он с Давидом Липтоном, замом главы фонда. Он сказал о том, что в 20-е числа, либо 20-го, либо 22-го состоится, 20-е числа марта я имею в виду, и состоится вот этот совет директоров по украинскому вопросу. В принципе, никаких проблем для того, чтобы согласовать украинский вопрос, двинуться к выделению транша нет, хотя бы потому, что меморандум уже подписан. По поводу меморандума много вопросов. Вот премьер сегодня немножко приоткрыл завесу. Мы тоже спросили министра, что же закреплено в меморандуме. Он подтвердил, что МВФ настаивает, чтобы вопрос реформирования пенсионной системы и вопрос о создании рынка земли в меморандуме был закреплен. Однако он нас заверил, несколько раз подчеркнул, что это не является жестким требованием. И вот даже прямую цитату приведу. Мы говорили с министром, он сказал, мы украинскую разговляли, он сказал, руки нам никто не выкручивав, такого еще сказала, это прямая вымога, або гроши, або эти вымоги, такого не было. Ну то есть министр говорит о том, что в принципе есть диалог, но нет очень жестких требований для получения денег. Есть и первый результат, по словам Александра Данилюка, достигнута договоренность о том, что МВФ поддержит создание в Украине службы финансовых расследований. И вот как он сказал об этом. «Звичайно, мы поговорили про службу финансовых расследований. Тут у нас есть спильная позиция, что податковой милиции быть не будет. То есть МВФ поддерживал эту позицию. Как вы знаете, для меня это было надзвичайно принципово. И я был против восстановления податковой милиции. То есть сейчас приоритет – это создать службу финансовых расследований, и нам туда дадут необходимую допомогу». Ну и вот эта служба финансовых расследований – новая структура, которая, возможно, будет создана в Украине. По крайней мере, помощь, о которой говорит министр, ее обещали оказать и МВФ, и Министерство финансов Соединенных Штатов, и АРС. Грозная структура – американская налоговая служба, которой здесь все миллионеры боятся. Наташа. Спасибо, Дима. С деньгами понятно. А чем закончилась встреча главы МИДа украинского с госсекретарем США? Ну, эта встреча прошла буквально час назад. Мы до сих пор находимся в Государственном департаменте Соединенных Штатов. И я хотел бы сказать, что эта встреча очень символичная. Потому что первый разговор тет-а-тет и американская политика, и американская дипломатия, они в принципе символичны. Здесь принято смотреть на символы, на заявления, на месседжи. И вот в ходе этой встречи, а мы не только поговорили с министром, мы начало этой встречи даже видели сами, начало переговоров Тиллерсона и Климкина, прозвучало много важных месседжей. Я кратко их перескажу. Ну, во-первых, Рекс Тиллерсон, американский госсекретарь, заявил, что и при Трампе Америка будет поддерживать Украину. Обсуждался несколько вариантов, каким образом оказывать давление на Россию, для того, чтобы ослабить градус напряженности на Донбассе. Обсуждался еще один вопрос, вот как быть с нормандским форматом, когда министра Климкина об этом спросили, он сказал, что Соединенные Штаты по-прежнему не будут частью нормандского формата, но будут очень активно его поддерживать. Ну и самый главный месседж сегодня прозвучал, вот слова, которые явно будут во всех заголовках, во всех передовицах. Помните вот эти бесконечные спекуляции у политиков и в прессе и в Фейсбуке, что, мол, Украину разменяют, Украина будет разменной монетой в большой геополитической игре. И вот по словам Климкина, Тиллерсон очень четко дал на этот вопрос ответ. Послушайте. Дуже четко прозвучала теза, что не может быть аж никаким чином никаких формальных, неформальных, фантастичных, мифологических разминей. То есть вопрос Украины никаким чином не будет решиваться в контексте с другими вопросами. Вопрос Украины, оно и фундаментально важливое для Соединенных Штатов. Ну и еще одну легенду сегодня развенчали. Часто говорили, что, мол, у Тиллерсона одна позиция, у президента Трампа другая. Я по окончании этой встречи спросил министра Климкина, когда вот все эти заявления сделал госсекретарь, чью позицию он выражал. Свою личную или это сконсолидированная позиция новой команды? И он сказал, да, это позиция новой команды, это позиция Соединенных Штатов. Спасибо, Дима. Дмитрий Анопченко с подробностями визита украинских министров Соединенных Штатов Америки. Получит ли Украина миллиард долларов от МВФ в конечном итоге зависит от парламента, точнее от того, как проголосуют за согласованный меморандум народные депутаты. Произойдет это уже в ближайшие недели, ведь в конце марта Совет директоров фонда должен принять решение, выделять ли Киеву очередной транш. И вот что об этом думают политологи. Там достаточно такой интересный висловь оборудования сельско-господарской земли. Как это будет выглядеть в Верховной Раде, я думаю, не тяжело передбачить. Но около этих двух вопросов, и пенсионного вопроса, и вопроса земли, политические силы будут ломать список, что законники будут принимать, будут предпочтать продаж земли, если законники будут предпочтать подвищение пенсионного века, тогда, безумно, можно говорить о том, что вероятность голосования очень невелика. Ну, если проголосуют с боем, воем, пиаром, антипиаром, поскольку жесткие условия. Деньги-то небольшие, но условия жесткие. Конечно, деньги нужны сегодня Украине, особенно на фоне блокады, падения ВВП. Кресло главы НБУ для Арсения Яценюка – это цена новой коалиции, которую в парламенте пытаются сколотить Народный фронт, Радикальная партия и БПП. Так считает народный депутат Сергей Каплин, и по его мнению, занять руководящий пост Яценюк пытается с целью политического влияния и крышевания коррупционеров. Народный фронт и другие политические силы, которые сейчас пытаются снова получать абсолютный контроль над парламентом и урядом, есть ничего другим, как мафия. Мафия – часть которой команда Яценюка. Рейдерство, подкуп депутатов и так далее. Интересно, что они занимались, в частности, продажем депутатских заявлений. Потерпевшим так и не признан. Сегодня Печерский райсуд столицы должен был рассмотреть жалобу народного депутата от Народного фронта Сергея Пашинского о признании его потерпевшим, а не свидетелем. Но заседание так и не состоялось из-за болезни судей Романа Новака. В канцелярии сообщили, что следующая дата рассмотрения пока не назначена. Сам нардеп в зал суда не явился. Его защита настаивает, чтобы ему изменили процессуальный статус, поскольку Пашинский получил резаную рану бутылкой. А вот адвокат Химикуса нардепа потерпевшим не считает. Прокуратура вынесла постановление об отказе в предоставлении ему статуса потерпевшего. Вот что он обжаловывает в суде. Нас к участию в этом деле не приглашали, но нам было очень интересно послушать, каким образом именно народный депутат Пашинский пострадал. После встречи народного депутата Пашинского с Вячеславом Химикусом уже через день после этого Пашинский полетел отдыхать, кататься на лыжах в Альпах. А мой клиент прикован к постели до настоящего дня. Я напомню, инцидент с участием Сергея Пашинского произошел в ночь на 31 декабря. Нардеп вместе с женой в темное время суток чуть не врезался в авто, которое находилось на дороге. Двое мужчин в этот момент пытались оттащить машину с проезжей части. Началась словесная перепалка, в ходе которой Пашинский угрожал пистолетом Вячеславу Химикусу. В ответ мужчина якобы разбил об голову депутата бутылку. Пашинский выстрелил обидчику в ногу. И уже два месяца следствие выясняет, нардеп стрелял с целью самообороны или первым достал пистолет. У самого Пашинского версии постоянно менялись. С 9 марта все шахты Львов-Уголь приостановят отгрузку угля. Такое решение принял независимый профсоюз Украины. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил Михаил Волынец. Профсоюзники в частности требуют разблокировать счета предприятия для выплаты зарплат, сократить аппарат управления и выделить не менее 200 миллионов гривен на охрану труда. Только после выполнения этих условий отгрузка угля возобновится. После обеда стало известно, что на шахте Степная горняки второй смены отказались спускаться под землю и потребовали гарантии безопасности труда. На Донбассе продолжаются митинги против блокады торговли с предприятиями с оккупированной части региона. Сегодня акцию провели в центре Мариуполя. Ранее этого же требовала группа народных депутатов, которая посетила один из железнодорожных редутов. Впрочем, конструктивного диалога не получилось. Все закончилось швырянием яиц и тумаками для народных избранников. Все подробности узнаем у Руслана Смещука. Он с нами на связи. Руслан, добрый вечер. Чем еще отметился сегодняшний день? Наталья, сегодня в Мариуполе прошло одновременно два митинга, связанных с блокадой. В центре города собрались противники, в основном сотрудники мариупольских медкомбинатов. Люди говорили о том, что если блокада продолжится, заводы, зависимые от поставок сырья из неподконтрольных территорий, остановятся. А это для Мариуполя может обернуться катастрофической ситуацией. Туда же, на театральную площадь, пришли сторонники блокады, чтобы провести свой митинг. Присутствовали на митингах и народные избранники, которые до этого посетили подобные акции в Авдеевке и Краматорске. Напомню, они обещали попробовать уговорить блокадников разойтись по домам. Вчера такие переговоры под Торецком переросли вначале в перепалку, а потом и в потасовку. Так Татьяну Черновол забросали яйцами, а одна из блокадниц даже ударила нардепа. Он не шеф! Он вашего человека убил! Кто его шеф? Кто его шеф? Ты б***ь посол! Что ты б***ь делал? Она пришла сюда к добровольцам и образовала их тем, что они путинскими агентами, что они организаторами котлев наподобие Лавайского или Дебальцевского котла. Кроме того, участники блокады рассказали, что один из помощников Черновол даже сбил одного из блокадников своим автомобилем, о чем было заявлено в полицию. Вот такие новости к этому часу. Мы продолжаем следить за ходом торговой блокады на Донбассе и будем сообщать вам о всех значимых событиях. Наталья? Спасибо, Руслан. Это был Руслан Смещук из Мариуполя. Пример блокады, похоже, заразителен. Подуманью водители фур перекрыли трассу Киев-Одесса. Свыше 100 человек вышли на пешеходный переход, заблокировали дорогу в обоих направлениях. Главное требование митингующих установить на трассе автомобильные весы. Дескать, перегруженные фуры добивают и без того разбитую дорогу. Собрались здесь в основном водители-предприниматели. Они говорят, что из-за ямы им приходится постоянно ремонтировать свои авто, поэтому выгоднее их просто не перегружать. Поначалу участники акции пропускали все автомобили, кроме грузовых, но через некоторое время на трассе образовался многокилометровый затор и проехать уже не смог никто. Уговорить протестующих разблокировать дорогу удалось только к вечеру, но и то не для всех. Автомобили, вантажные автомобили, которые там находятся и которые визуально могут быть перевантажены, они пока что ехать не будут, пока туда на месте не доставляют ваги, и эти автомобили не будут сважены. Данная информация, она зарегистрирована Уминским отделением полиции. По криминальным проважениям, эту информацию я уточню. В зоне АТО трое военнослужащих сегодня получили ранения. Здесь до полусотни обстрелов за день. На Луганском направлении боевики бьют из ствольной артиллерии. Под Авдеевкой противник по-прежнему использует 125-й, 125-мм калибр и минометы. Тяжелые орудия подтянуты к Донецкому аэропорту. Все подробности узнаем у Ирины Баглаяна на месте. Редкая затишье на позициях военных возле Донецкого аэропорта. Перед ними терминалы аэропорта и дачный поселок Спартак, которые боевики давно превратили в свои укрепрайоны и огневые позиции. Александру повезло. Он уцелел после попадания из танка по одной из наблюдательных позиций. Наблюдал, как обычно, бинокль. Отошел к телефону, к ТАПику. И как раз танк ударил. Мне, можно сказать, повезло. Я выскочил оттуда быстро. Ну, ребят, немножко посекло. Один тяжело раненый. Уже сделали две операции. Второй контуженный, третий контуженный. Ну, уже идут о поправку, все нормально. Невзирая на то, что боевики засыпают снарядами, на постах даже во время обстрелов остаются наблюдатели. От них зависит все подразделение. Смельчаки фиксируют, откуда и куда целится противник. Бил приблизительно со Спартака. Дачный поселок, но там практически уже, я так думаю, никто не живет. Да, скорее всего, никто не живет, потому что они там ходят, как у себя дома. Они из домов ведут огонь. Конкретно подряд, МИН по 6-7 прилетает на позицию, как из куста. Ну, а так, периодичность, может, раз в две годы, раз в годы. Казалось бы, тишина – лучшее время, чтобы восстановить разбитые позиции и укрепиться. Но малейшее движение военных вызывает новую волну огня со стороны врага. Только начинают что-то откупывать или достать пошкоденное майно, сразу начинают открывать огонь. Причем, так видно, звідки выпускают полный ПК и уезжают безнаказанно. Мишень боевиков – мирный город, который за спинами военных, а цель – психологическая атака, уверены пехотинцы. Помимо нас, он в Авдеевку попадает тоже, по мирным жителям, пролетает мимо. Это вообще, по сути, мы там не их цель, а мне кажется, их цель – спровоцировать мирное население, чтобы против войны. Но мирное население всегда винит тех, кто ближе, правильно? Ну, как летит, конечно, видим. Над нами это все летит. Как по расписанию, после обеда линия фронта оживает. Готовые к вечернему бою военные говорят, их самая крепкая броня – любовь родных людей. Помогай мне, сынуля, якому сегодня исполнилось три роки. Сынуля, я тебя поздравляю с днем рождения, желаю тебе счастья, здоровья, что ты у меня самый лучший. Ирина Баглай, Андрей Костюк, Анатолий Воробей из Донецкой области. Подробности – телеканал «Интер». В Гааге второй день продолжается заседание Международного суда ООН, где рассматривается иск Украины против России. Сегодня был день российской стороны. Какие заявления прозвучали и как на них реагирует международное сообщество, узнаем у Елены Зориной. Она с нами на связи с последними новостями. Елена, здравствуй. Расскажи, как прошел сегодняшний день. Подведи, пожалуйста, его итоги. Добрый вечер. О санкциях в Украине в Европе в последнее время говорят довольно-таки часто. На прошлой неделе, к примеру, послы Совета ЕС проголосовали о заморозке активов сбежавших экс-чиновников, в том числе Януковича. Ну и не так давно здесь продлили экономические санкции по отношению к России. Евросоюз продлит санкции, которые впервые ввели в 2014 году. Их продлевают каждые полгода. В списке 150 физических лиц и 37 компаний. Большинство физических лиц – сепаратисты, которые противостоят правительственным силам Украины. А вот о России и ее доводах сегодня говорили в Гааге. Здесь продолжают слушать дело о терроризме на Донбассе и ущемлении прав крымских татар на оккупированном крымском полуострове. Сегодня Москва отвечала на обвинениях Украины. 600 страниц. Именно с таким багажом приехали российские защитники. Документы зарегистрировали на прошлой неделе и вот, собственно, сегодня их и пересказывали. Хочу сказать, что в суде своими доводами они особо никого не удивили. Традиционно говорили о государственном перевороте и гражданской войне в Украине. Слово не проронили о терроризме и новом оружии, которое существует только у российской армии. Главный источник оружия, которое оказалось в руках у повстанцев – это запасы с советских времен, которые были на территории Украины. Большая часть этих запасов была оставлена в шахтах Донбасса. Выступление россиян в ГАГском трибунале сопровождалось немногочисленной акцией протеста возле суда. Демонстранты – это родственники погибших в результате крушения рейса MH17. Люди требовали одного справедливого суда. Мы знаем, что российская делегация снова все будет отрицать. Это было. И мы должны постоянно спрашивать об этом и призывать российские власти к ответу. Мы должны бороться, пока не узнаем правду, всю правду об этой авиакатастрофе. А президент Украины сегодня выразил надежду, что решение ГАГского трибунала не заставит себя долго ждать, по крайней мере, в части временных мер. Мы ожидаем решений, которые будут приняты уже сейчас и которые остановят поставку с боку Российской Федерации на окупованную территорию оружия, военной техники и смогут навести порядок на неконтролированные территории Украины-Российского кордона. По другой позиции будет важное решение, что до прекращения утиска этнических украинцев, крымских татар, снятия забороны на функционирование Меджлеса в Крыму. Ну а завтра в ГАГе украинская сторона даст всему свою оценку. Завтра снова слово Киеву. Будем следить за процессом. Вот такие новости на сегодня. Наталья. Спасибо, Лена Елена Зорина, о втором заседании Международного суда ООН по иску Украина против России. Президент Украины сегодня встретился с женщинами-военнослужащими и волонтерами. Накануне 8 марта глава государства поблагодарил их за патриотизм и отвагу. По словам Петра Порошенко, сейчас в СУ служат около 54 тысяч представительниц прекрасного пола, но и по крайней мере 20 из них военнослужащие. Там, где в подразделе есть женщины, 100% от дисциплины выше, и эффективность выше, и ответственность выше, и человеки даже по-другому держатся. И поэтому очень важно ваша роль в защиту Батьковщины. Я твердо переконан, что с такими женщинами наше найкраще в свете войско точно не переможное. Напомню, чуть больше месяца назад директор Института национальной памяти Владимир Вятрович предлагал отменить 8 марта как государственный праздник. Якобы это наследие советского прошлого, но видимо в патриотическом порыве он не учел, что этот день имеет статус международного, и отмечают его уже более полутора веков. Это подробности, и вот что у нас во второй части. Спецназам-постарателям. Прекратилась ли незаконная добыча янтаря в Полесье? Пэры против Мэй. Что приготовили британские лорды премьер-министру? Нардепы от фракции Народный фронт. Дениса Дзиндерского подозревают в махинациях на Варшавской фондовой бирже. Об этом сообщает польский интернет-ресурс «Всходник», ссылаясь на источники в Комитете Польского финансового надзора. Именно эта служба расследует дело о нецелевом использовании инвестиций, привлеченных подконтрольной депутату компании Веста Айсис Эйси. Почти 46 миллионов долларов были выделены на погашение долгов и развитие этой компании. В Польском финансовом надзоре считают, что эти средства вывели в офшоры и использовали для личного обогащения. В результате мошенничества польский пенсионный фонд понес ущерб в 5 миллионов злотых. Если вину Дзиндерского докажут, ему грозит до 5 лет лишения свободы. Сам депутат пока эту ситуацию не комментирует. Ну а львовский мусор снова всплыл в Черкасской области. На дорожной площадке для отстоя грузовиков в нескольких километрах от села Ирклиев местные жители обнаружили два брошенных прицепа с отходами. Их оставили в ночь на 4 марта и до сих пор не забрали. Все подробности узнаем у Станислава Кухарчука. Неприятный запах, зловонные лужи, переполненные баки. Мусор повсюду. Возле школ, больницы, детских садов. Такая картина во всех районах Львова. Отходов накопилось около тысячи тонн. Но вывозить их не торопятся. Чиновники оправдуются. Все из-за того, что в Украине объявлена настоящая блокада мусоровозам. Нет полигонов, на которые можно вывезти. Есть какие-то маленькие договоры. Попередние договоры заблокированы. Те перевозники, с которыми мы работали, они говорят, что есть проблемы. Что взрываются попередние угоды. Не говорят, какие причины. Просто отмазываются от укладывания договоров. В Черкассской области возле придорожного кафе грузовые прицепы. Вроде бы ничего особенного. Если бы не зловоние, вытекающие из щелей жижа. Оба прицепа под завязку забиты отходами. Из-за неприятного запаха дальнобойщики стараются близко не парковаться. В выражениях водители не стесняются. Воды уже за***ли. Воды уже везде стоят. Вот все такие причины? Да. В отличие от водителей, работники кафе немногословны. На соседнем СТО рассказывают, прицепы появились здесь 4 дня назад. Ночью одна из машин поломалась, прицепы оставили и уехали на ремонт. В одного сна, прицепление оборвало, вдруг все. Машина здесь на станции и герка. Прояснить ситуацию с мусоровозами по телефону согласился хозяин кафе. Водители попросили оставить прицепы на один день, пока не отремонтируют тягачи. Но до сих пор так и не появились. Он ничего не сказал. Ни телефона, ни зашло, ничего. Он сказал, что машины пустили. По завантажу. У нас в другой день, если на третий день, не помню, кто в этом. В этом году он уложил. Там в середине уже рау все идет. Паренье уже пришло. Сегодня утром работники кафе вызвали полицию. Информация о том, что машины перевозили отходы, подтвердилась. В областном управлении полиции предполагают, что мусор львовского происхождения. И ехали тягачи целой колонной. Как потом было, в целом, ехали 8 автомобилей. 6 автомобилей представителей полиции вывели за территорию области. Полиция уже нашла водителей. Они действительно пытаются починить один из тягачей. Обещают забрать груз в течение суток. Правда, где его затем найдут, это настоящий квест. Станислав Кухачук, Галина Якушко, Юрий Голубенко, Павел Тимошенко. Подробности телеканал Интер. И как сообщают наши львовские корреспонденты, уже вечером активисты перекрыли дорогу на улице Шевченко, возле бывшего завода Сельмаш. Несколько десятков человек беспрерывно ходят по пешеходному переходу и блокируют движение транспорта. Требуют убрать мусоропрессовочную линию. По мнению активистов, она находится слишком близко к живым домам. На дороге образовалась увесистая пробка. В Ривненскую область вернулись бойцы спецподразделений полиции. Это опять заработал оперативный штаб по борьбе с незаконной добычей янтаря. Я напомню, его создали в апреле минувшего года по приказу Хати Деканаидзе. Но в начале ноября штаб фактически прекратил свою работу. В янтарных районах области осталась только местная полиция. Изменилось ли что-то с введением спецназовцев, узнаем от Инны Белецкой. Первый блокпост эта дорога ведет к самому богатому и известному в Сарнинском районе месторождению янтаря. В прошлом году на Гальбине в это время работало несколько тысяч старателей. Только въезжаем в лес, встречаем полицейских. Ничего порядок, хочется посмотреть. Ну, пойду сюда. Я взял оборудование, загрузить. Если кто-то звонит, то приедем выйти. А как вам позвонить? На 102, а там направлено чего-нибудь. На девятом квартале никого. Немного дальше еще один блокпост. Кроме полицейского службу несут две дворняги. Одну из собак назвали Володя. Она развлекает правоохранителей. Сегодня им не с кем бороться. На работу старатели с помпами пока не выходили. А это уже янтарная столица Клёсов. Здесь как минимум четыре действующих месторождения. Поселок патрулируют три экипажа. Едем за ними. Урочище Крестын. На прошлой неделе здесь произошло ЧП. Старатели повредили железнодорожные пути, когда пытались протянуть под ними пожарные шланги для подачи воды на месторождение. Работали, по разным данным, от десятков до сотни помп. Спецназначенцы смогли убедить их прекратить работу. Сегодня мы не увидели здесь ни одной помпы. Встретили только двух старателей. С одним из них бойцы сразу трех экипажей провели воспитательную беседу. В случае массовой вывода Бурштану Сердцу зафиксировано не было. Однако на территории Владимирецкого района в Житом Заходном нами было вылечено две мотопомпы. И на территории Сарненского района также было вылечено одну мотопомпу. На этот раз бойцов распортировали не только в Сарна, как это было в прошлом году. Отдельными оперативными группами их распределили по всем янтарным районам. Как долго будет работать штаб, пока не ясно. По нашей информации, в Ревненской области ждут также и бойцов нацгвардии. Инна Белецкая, Николай Василюк. Подробности телеканал Интер. Ревненская область. Больше суток понадобилось ревненским полицейским, чтобы обыскать БМВ с янтарем. Правоохранители предполагали, что в иномарке находится камень, поэтому остановили ее. Но водитель закрыл машину и отказывался дать разрешение на обыск. Все это время автомобиль стоял на заправке на выезде из города. Наконец, следователи получили разрешение суда и нашли в БМВ янтарь, упакованный в мешки. Следственные действия продолжаются и в эту минуту. На границах ЕС усилят контроль. Совет Евросоюза принял постановление о внесении изменений в Шенгенский кодекс, чем поддержал новые правила проверки на внешних границах. Теперь проверять по базам данных на КПП будут всех без исключения, даже граждан ЕС. Это поможет убедиться, что пересекающие границу не представляют угрозы безопасности. Франсуа Фийон официальный кандидат в президенты Франции. Однопартийцы единогласно поддержали кандидатуру республиканца. На экстренном собрании комитета партии решили не менять Фийона. После коррупционного скандала рейтинг победителей республиканских праймерис рухнул. И по прогнозам он не проходит во второй тур. Но республиканцы остались верны своему кандидату, даже несмотря на то, что он якобы незаконно трудоустроил жену и детей в парламенте. Ночь в парламенте. В палате лордов продолжаются жаркие дебаты по Брекзиту. И похоже, перы готовы снова положить правительство на лопатки. Почему премьера Терезу Мэй ожидает очередное разочарование? Узнаем от Светланы Чернецкой. Она в Лондоне. Палата лордов британского парламента это как совет старейшин. Особых законодательных прав не имеет. Скорее присматривает за тем, что делают депутаты палаты общин. Но к этим обязанностям относятся со всей серьезностью. Вот и обсуждение законопроекта о Брекзите собирает в палате аншлаги. А высказаться по этому поводу спешат даже те, кто раньше никогда слова не просил. Всего лордов 800, поэтому дебаты затягиваются допоздна. Либеральная демократическая партия даже решила перестраховаться и купила 90 матрасов и раскладушек, чтобы перы могли отдохнуть после длительных премий. День сегодня и вправду насыщенный. Лорды уже отвергли идею второго референдума по Брекзиту. Решили не спрашивать мнение британцев о бракоразводной сделке, которую удастся заключить Лондону и Брюсселю через два года. Но вот себе в этом праве отказывать не собираются. Я уверен, что очень опасно, неправильно и неразумно упрощать условия сделки до простых ответов. Да или нет в бюллетене. Это ведь будут одни из сложнейших переговоров. Думаю, что еще один референдум только усугубит раздел нашего общества. Мы должны обеспечить парламенту право голоса по итоговому соглашению между Великобританией и ЕС, а также возможность активно участвовать в процессе переговоров с Брюсселем. На прошлой неделе лорды внесли поправку относительно обеспечения прав граждан ЕС, которые уже живут в Великобритании. Это стало первым поражением правительства. Теперь ждет второе. Перы хотят закрепить в законе обязанность парламента одобрить условия развода с Брюсселем. А значит, документ опять отправят в Нижнюю палату на доработку. Депутаты могут и не согласиться с перами, и вернуть законопроект без изменений. Такой пинг-понг может длиться неделями, а то и месяцами. Вот только у премьера времени на политические игры нет. Тереза Мэй надеется запустить процесс выхода из Евросоюза уже до конца месяца, и очень не хочет, чтобы парламент забрал карт-бланш на переговоры у правительства. Впрочем, ее может ожидать горькое разочарование. Светлана Чернецкая, Сергей Дубинин. Подробности Британское бюро телеканала Интер. Кто решил помочь женщинам в работе по дому в преддверии 8 марта, и как феминистки покорили небо? Об этом не только в нашем обзоре. Звездные драки. Солист группы One Direction распустил руки против папарацци. Инцидент произошел в аэропорту Лос-Анджелеса, когда Луиса Томлинсона с девушкой пытался сфотографировать мужчина. Певец настойчиво отбирал у него камеру, а его возлюбленная стала драться с двумя фанатками и даже упала на пол. Звездную парочку изолировала охрана, а позже задержала и предъявила обвинение в хулиганстве. Пришлось заплатить залог в 20 тысяч долларов. Бой баба в кадре видеорегистратора. Американский водитель снял на камеру сцену жестокого избиения женщиной своего мужа. Она попросту выволокла несчастного на обочину, где набросилась с кулаками, при этом мешая дорожному движению. А после села за руль и скрылась с места происшествия. У британцев тоже нервы на пределе. Посетитель забегаловки головой огрел своего приятеля и устроил с ним драку с поломанными стульями и разбитой посудой. Разнимать дерзких нарушителей порядка пришлось поварам и официантам. Им бы в небо. Впервые в истории мир облетел самолет с исключительно женским экипажем. Лайнер компании Air India совершил рейс из Нью-Дели в Сан-Франциско. При этом экипаж подбирали специально к Международному женскому дню. Кроме того, барышни удостоились мирового рекорда. Их перелет зафиксируют в книге Гиннесса. Енот-полоскун выполнил женскую работу. Перемыл всю посуду. В Казахстане животное забралось в дом и стало старательно драить грязные тарелки. Правда, не очень аккуратно. Некоторые разбились. А когда в кухню вошла хозяйка, енот попытался скрыться с места преступления. Удивительно еще и то, что в этом регионе Казахстана полоскуны встречаются крайне редко. Волны-монстры едва не потопили паром в Австралии. Огромные столбы воды высотой в 4 метра практически полностью накрывали судно. Уникальные кадры удалось снять одному из членов экипажа. При том, что сам он рисковал быть смытым за борт в любую секунду. Суперволны – нетипичное природное явление, которое все чаще угрожает кораблям у австралийских берегов. Формируются они из-за глобального потепления и изменений климата. Муж и жена – одна модная тенденция. Парочка из Японии каждый день надевает одежду под стать друг к другу. И так 37 лет подряд. Если у супруги, скажем, красная юбка, ее муж наденет свитер в тон. Если кто-то выбирает рубашку в клеточку, второй непременно нарядится в такое же платье. Чита Модников ведет странички в соцсетях и собирает тысячи лайков. Модные бренды даже дарят им одежду, лишь бы те в ней сфотографировались. С космодрома во французской Гвиане успешно стартовала ракета-носитель с украинским двигателем. Она вывела на орбиту спутник Sentinel-2B. Четвертая ступень ее двигателя разработана и изготовлена в Украине. Запуск состоялся в рамках проекта Европейского космического агентства. Его цель – фотографировать береговую зону континентов и следить за изменениями климата на нашей планете. Также с помощью собранной спутником информации будут создавать карты. Спутник имеет уникальную камеру, которая делает качественные снимки в инфракрасном свете. Полную карту Земли он может сделать за пять дней. Президент поздравил украинских ракетостроителей с участием в успешном и значимом проекте. Это вся информация к этому часу. Она постоянно обновляется на подробности UA. Я прощаюсь с вами до завтра и желаю хороших новостей. Субтитры создавал DimaTorzok